Доброго времени суток, я продолжаю проходить экс-макину и продолжаем мы торговать. Сейчас у нас прежде всего стоит задача купить новый двигатель для нашего грузовичка, потому что текущий явно не справляется, я с большим трудом, и причем с использованием, так сказать, кое-каких нечестных махинаций с кнопочкой для выбирания из труднодоступных мест, смог забраться в город, но это не дело, так больше нельзя поступать, поэтому мы просто сейчас обязаны добраться до Калеса и там купить себе двигатель помощнее нашего, вот, ну а там будет видно, ну и конечно же не забываем, что все-таки надо двигаться потихоньку по сюжету, потому что в принципе хоть не так и много забав в данной игре, которые могут отвлечь от заданий, но тем не менее это может на некоторое, так сказать, и довольно долгое время отдалить нас от выполнения квестов, ну а квесты все-таки проходить надо. Потому что каким бы ни был интересным сюжет демонстрационной версии игры, все-таки охота начать полноценную игру, сюжетную линию полноценной игры. Слушай, ну ты еще сюда не въедь. Я как бы, конечно, понимаю, что у тебя там бочки, вот, которые все ничего не весят, ну и вся проблема в том, что сам грузовик довольно тяжелый. Да, может быть, стоило, конечно, купить что-то получше. Ну, вернее, купить, например, как он там называется-то? Купить другой какой-нибудь корпус сам по себе, вот. А прицеп примерно такой же вместимости взять. Продаем нефть. Смотрим, что у нас есть из движков. Ну вот, 50, есть сразу 70. Столько мы, конечно, тратить не будем, это съест большую часть наших денег. Возьмем 50 и этим будем, в общем-то, довольны. Все, теперь, во-первых, вот здесь, давайте, кстати, во что-нибудь перекрасимся, он красненький, для, так сказать, интереса. В Ольм. О, я как раз в Ольм еду. Как удачно. Покупаем металлолом. Кстати, он скоро кончится, и по всем правилам, как можно заметить, чем больше дефицит товара, тем он дороже стоит для покупки. Для нас, имеется в виду. Так. Ну вот. Новый, более резвый грузовик. Он, конечно, полностью не реализует потенциал нашей коробки передач на 70. Вот. Но это куда как побыстрее, и это заметно на самом деле. Так что, по крайней мере, теперь у нас есть надежда хоть въехать самостоятельно в нормальный город. Так. Вот, кстати, с этим товарищем еще можно поторговать. Сейчас. Главное. Ага. Караван Олана. Что у тебя есть? Ну, вот это, конечно, мечта. Да. Классная коробка, но... 73 у нас точно такой же. Занятно. Какие новости? Все в порядке. Кстати, Олана мы, по-моему, уже видели. Это какой-то тоже, видимо, местный караванщик. Да, конечно, было бы еще неплохо. Но, к сожалению, конечно, автор мода вроде там уже завершил свою работу. То есть, в том плане, что это вроде как финальная версия. 5.0 данной модификации. Ну, было бы неплохо, например, добавить еще возможность самому нанять охрану. То есть, почувствовать себя полноценным торговцем. Даже просто, знаете, не бойцов хотя бы, а просто маленькие легкие машинки какие-нибудь. Да пусть даже кузнечики. Вот. Но хоть кто-то. Чтобы, так сказать, отвлекали на себя внимание. И это было бы уже интересно. То есть, наемникам на защиту каравана наняться можно. А вот именно самому себе нанять охрану, к сожалению, нельзя. Так. Ну что, давайте посмотрим, что у них есть в плане... Ну, в плане кабель ничего. Так, 8. Можно купить ржавый ястреб, вот этот. И, собственно, на этом, так сказать, ограничиться. А у нас, стоп, у нас не он ли стоит? Нет, у нас молния. Но он будет тяжелее. Что не очень-то хорошо. Это нам не надо. Смертельный ПКТ. 650. 7 пуль. 1000. А в чем разница? Что-то я разницы не вижу между обычным и смертельным. 25. 415. 7 пуль, 7 пуль. Что за фигня? Вы пытаетесь меня надурить? Ладно. Тогда никаких... ...дел с вами. Можно купить себе, в принципе, молоковоз. Вот такой вот. Он более, так сказать, торговый. В плане том, что... ...их часто можно встретить именно в караванах. Он для торговли более, так сказать, оптимизирован, нежели вен. Но, ладно. Так. Что я думаю? Покупаем у них последнюю нефть. ...которое есть. Отправляемся. Так. Бармана у тебя нет задания для меня? Бандитов берем. Это... ...так сказать, то, что по пути. Ладно. Ничего не будем покупать. Вроде я более-менее так закупился. Единственное, что... ...можно будет купить себе... ...движок помощнее. На 70 лошадиных сил. Но это будет уже, так сказать, по ходу дела. Если встретиться нам такое. Ну вот. ...не привело, опять же. Хотя... Не, я не помню, честно говоря. Это тот же самый крованщик, да, я так полагаю? Это ты? Да. Это все еще Олан. Слушай, Олан. Нет, Олан, я тебе не буду продавать. А вот картошку я бы тебе, вполне возможно, бы купил. Мы едем... Мы едем все-таки в Калис. И в Калисе за картошку 162. У тебя она... У тебя она по... Отлично. Тремешка возьмем. Дабы, так сказать, забить кузов под завязку. И поехали. Ну вот. Конечно, мы совсем теперь на наемника не похожи, которым, вообще говоря, являемся. И пока что довольно далеки от выполнения нашего контракта по поиску Иери Нейкоева. Вот туда надо бы вообще наведаться. Поэтому, я думаю, сейчас мы заплатим ей денег. Если она скажет, чего путного, то поедем... Так, а это куда ведет? А это сюда ведет. Сюда нам не надо. Если она скажет, чего путного, наша информаторша, то мы поедем по заданию. Если она скажет... Если, вернее, еще куда-нибудь там пошлет расспрашивать, то вполне возможно, что нам повезет и нас отправят вот в ту часть. Карты и как раз-таки разведаем местность. Посмотрим, что там по товарам. Вполне возможно, там есть еще металлолом или еще нефть. Вот. И попробуем нажиться немножко. А когда будет достаточно денег, тогда мы уже можем себе... Сможем, вернее, позволить себе избавиться от этой громоздкой штуки и купить что-нибудь быстрое, легкое, маневренное. Исключительно для заданий. Ну, это, опять же, тоже, знаете, такой опасный вариант, потому что можно нарваться на какого-нибудь чисто сюжетного противника, который будет превосходить наш автомобиль, и придется что-то подбирать опять более серьезное. Так. Молния. Восьмерка. Так. Да, движки дорогие, но оно и понятно. Оно и понятно. Ладно. Тогда, танкистка, держи свои деньги, рассказывай. Спасибо, не против, если я пересчитаю. Доверяй, но проверяй. Ну, считай. Все в порядке. Слушай, все как... Слушай, как все было. Прогуливаюсь я неподалеку. Собираю всякие блестящие осколки. И вдруг вижу столб огня. Поднимается с соседнего холма. Все выше, выше, затем обрушивается на старый город. А можешь точно указать, что это было за место. Не уверена. И дело не в деньгах. Не подумай. Просто все словно размыто. Ну ладно, буду искать. Блин, из-за этого я отдал 5000. Вот же ж. Так. Куда нас... О, нас на кардан отправляют. Отлично. А что нам известно о кардане? А нифига нам не известно. Поэтому давайте, наверное, купим немножко металлолома. Вот. Не за пустыми шуками к ним ехать, правильно? Если что, мы всегда можем потом вольм метнуться и его продать. Вот. Я, правда, абсолютно не уверен, что у нас там металлолом будет в цене. Я правильно? Нет, правильно. Вот. Но, почему бы не рискнуть? Стартовый капитал у нас уже есть. Вот. Довольно неплохо мы воспользовались теми бутылками, найденными вовремя. А так бы, конечно, пришлось довольно долго колесить. Либо начинать с торговли там, то есть торговать буквально там по 6-7 предметов, вот. Таскаться туда-сюда. Либо как-то охотой за бандитами, вот, заниматься планомерно. Но охотой за бандитами, опять же, заняться не так-то просто. Для этого надо иметь, понятное дело, серьезный автомобиль. Боевой именно. Лего надо еще чем-то оборудовать. И, в принципе, скоростные характеристики там, может быть, и не сильно-то важны. Хотя все-таки важны для мобильности. Но важно вооружение. А я что-то сомневаюсь, что я вот с этой пукалкой нормально бы смог сражаться. Ну, с чем-то крупным. Ну, сюда-то ты хоть въедешь теперь-то. Сейчас еще там наверняка потребуют деньги. Какие все корыстные, а. Прям вообще. Не, ну смотрится прикольно. Опа. Нас хоть грабить-то не будут? Похоже, будут. Я знал, что найду тебя здесь. Ты неплохо проявил себя, обойдя всех наших. Но и еле еще жив. И продолжает свою подрывную деятельность. Дело почти сделано. Дайте мне еще пару дней. Вовсу пока интересно за тобой наблюдать. Но знай, у тебя нет права на ошибку. Совсем скоро наши ударные силы будут здесь. Не был бы ты относительно своим. Я бы тебя, конечно, размазал. Читая, что ты и на кузнечике нажалка. Вот. Я бы тебя, наверное, просто на таран бы взял и даже стрелять бы не пришлось. Так. Ну, тут у нас должно быть поселение, если я правильно помню. И как раз сюда нам и надо. Да. Там вот что-то есть, но это, по-моему, не город. Это то ли завод какой-то брошенный. Потом можно будет съездить, но не сейчас. Так. Ага, они сами металлом продают. М-да. Накладочка вышла. Ну, покупать я у них все равно ничего не собирался, как бы. Можно купить вот эту штуку, но, пожалуй, пока не буду. Но мне не так сильно надо. Бармен. Берем охоту. Фрай. Мы никого не ждем. Уезжай отсюда поскорее. В последнее время ничего странного не замечали на месте руин. Нет, кому они нужны, эти развалины? Разве что Синксу. Он все время там шивается. Какой такой Синкс? Местный дурачок. Шляется по окрестностям, народ пугает. Пробирается, опять же. Пробирается, опять же. Не любит его здесь, но терпит. Нет, где мне его найти? Ты что, не слушаешь совсем? При крате поля он у нас уже давно не появлялся. Хотя я слышал, край муха, что им недавно заинтересовались местные бандиты. Так что он, наверное, уже мертв. Что за бандиты? Где их искать? В заброшенной деревне. Ну, проверим. Вот, кстати говоря, у нас и заданется на бандитов. Правда, я, блин, с кузовом, с этим набитым металлоломом, который мне обошелся, не бесплатно, строго говоря. Так, ага. Она, видимо, как раз к этому... Да нет, он сказал, в деревне. Ладно, значит, там деревня будет. Ну, ехать вроде не особо далеко. Надеюсь, я успею, пока идет время. Я надеюсь, мне их засчитают. Но, по-моему, квестовых должны засчитывать. Как обычных бандитов. Да и по-любому сейчас кто-нибудь тоже наедет. Потому что такие пространства, прям благодать. Отсюда наверняка очень неплохо было бы. Вот. Любят они просто с горок спускаться. Помню, я еще частенько меня так ловили, когда едешься, так спокойно в каком-нибудь там, не знаю, ущелье таком. Ну, не ущелье, конечно, а просто справа холмы, слева холмы. И тут с холма пару охотников. Вот. И привет. Ракеты. Тогда я, в общем-то, и, так сказать, усвоил, что надо как можно быстрее, как только пересел на что-то серьезное и вооружился серьезно, следует покупать хорошую, так сказать, противоракетную защиту. Вот. Не поскупиться, найти денег и потратить, вернее, и слот забить один, но все-таки быть уверенным, по крайней мере, что шант будет. Я, кстати, точно уже сейчас не помню, как она работает. То ли она сбивает именно точность ракет, то ли не дает им на тебя именно самонаводиться. То есть, если по прямой они пойдут, то, как бы, ничем не поможет. Но наведения не будет. Вот, не помню. Но, я думаю, у нас еще будет возможность в этом убедиться, во всем. Так. Если я сюда поеду, куда я приеду? Куда-то приеду, но чувствую, не совсем тут или туда все-таки. Ну, вот здесь. Ладно, давайте по дороге. По дороге все-таки меньше у нас расход топлива. Не хочется мне там по буграм, по этим. Да. Где бы мне этот металлолом толкнуть? Не успею я, к сожалению, получить награду за этих бандитов. Да. Ладно, давайте попробуем свернуть. Хотя тут уже смысла нет. Опа. Где вы, где вы, где вы, где вы, ребята? Да. Ладно. Черт возьми, в слепой зоне. Ну ладно, вот так нормально. А вот Уэн это уже неприятно. Хоть на нем, конечно, и стоит дрянь. И, кстати, лучше с взрывающимися машинами рядом не стоять. Ну, будет забавно, если я сейчас расстреляю весь свой боезапас. Ну, вот этих ребят. Но в итоге с бандитами мне нечем будет сражаться нормально. Так, до свидания. Картошка. И металлолом. Картошку купят, металлолом покупать не будут. Но металлолом я все-таки для Ольма лучше приберегу. Вот. Вот только стоило свернуть и сразу нарвался. Причем, ладно бы, если бы я еще за это деньги получил. Тоже даже ремонт не покрою себе. Ну и да. Учитывая, сколько у меня сейчас бензина, мы, наверное, будем в ближайшую деревню катиться под горку. Потому что... Да кто там еще? Вен, рыбак. Ой, идите вы, ребята. Сейчас не до вас. Я, кстати, вернуться не успею. Там у нас ветряк стоит. Но там, скорее всего, ничего нет. Давайте посмотрим по карте. А-а-а. И заправок нет. Что за местность такая? Заправка мне сейчас была бы очень нужна. Не, в принципе, как? Доехать-то я доеду? Вот. То есть даже с пустым баком я доеду. О-о-о-о, ребята! Ребята! Как же хорошо, что вы тут есть. Фермеры, наверное, какие-то. Может, вы еще и металлолом хотите купить? Ой, как удачно. Ой, как удачно. Отлично. Перч. Заправляемся. Покупаем. Заправляемся, я сказал. Так. Да, металлолом они покупать тоже не хотят. Что хоть продаете-то? А ничего интересного вы не продаете. Так. Бармен. Одному... Моему знакомому... Нет. Ну, это, конечно, все замечательно. Но я явно сейчас в качестве охранника не подхожу. Ладно. Тогда покоясь тут двинем. Там уже какие-то едут. И, честно говоря, мне абсолютно не хочется сейчас с ними связываться. Поэтому идите-ка вы лучше сюда, под доты. А я дотам помогу. Что там, вен? Да, там был вен. Опять же, металлолом. Да, лучше бы не покупал я все-таки. Лучше бы не покупал. Вот это, кстати говоря, глюк, который, по-моему, не знаю, его так никто не пытался как-то исправлять. И особо на него внимания никто не обращает. То, что когда вы заходите, пока едете, заходите в меню, машина у вас теряет управление. То есть, если кнопка была нажата, и с нажатой кнопкой, там опять строчит пулемет. Или это мы дымим? Такие дырки еще, главное. Ну ладно, мы везем металлолом, ему ничего не будет. Да что ж такое. Ну, подлаги вот эти, это явно спаун. Поэтому придется как-то с этим жить, что ли, я не знаю. Попробуем забраться здесь. И давайте, наверное, сохранимся, потому что я как-то опасаюсь немножко. Не хочется колесить тут второму разу. Ох ты ж. А здесь, кстати, вполне может быть что-то полезное. Какие-нибудь ящички. Я, конечно, так, на первый взгляд ничего такого не заметил. Полезного. Сейчас чью приедут. Это не тот ли, случайно, дурачок, которого они ищут? Вернее, которого мы ищем тоже. Синкс. Да, это он. Ты не с ними? Я думал, ты бандит, поэтому и стрелял. Нет, я сам по себе, Синкс. Как тебе кажется, кличут. Так тебе кажется, кличут. Расскажи, не видел ли чего странного в последнее время. Скажем, в руинах города. Уйди, демон. Это знание открылось только мне. Если еще раз повысишь на меня голос, так... Ну, ладно, попробуем по-мягкому с ним все-таки. Ты действительно хочешь помочь? Слушай же мою историю. Голоса призвали меня стать свидетелем чуда. Мне явилась радуга, расчерчившая небо огненными полосами. Когда же морок рассеялся, город сиял неземными красками. Я еще не до конца понял значение этого знамения. Я так понимаю, один конец радуги был над городом. Да, это так. А второй? Он тянулся из-за холмов. Так, я все понял. Опа. Ну ладно. Стопэшился. Тэкс. Ну, я бы, конечно, тут бы порыскал, если бы была надежда что-то найти. Вообще, в таких местах можно какой-нибудь ящичек другой с чем-нибудь полезным найти. Вполне возможно, даже с редким энергетическим оружием. Но, сдается мне, нам его тут просто-напросто не дадут. Вот это все-таки компания демки. А в демке нам его вполне могли показать, так сказать, либо со стороны, либо, может быть, там в самом конце где-нибудь дать подержать что-нибудь такое легенькое, вроде лазера. Но, просто так найти такую пушку, я думаю, не дадут. Так. Куда наш путь лежит? Солиниум. Ну, солиниум это, конечно, здорово. Солиниуме металлолом нужен. Да, металлолом там нужен. Мы его там и продадим, тем более не особо много потеряем. Вот. Ну что, тут, наверное, завершу данный эпизод. Вот, поедем мы уже к побережью в следующем эпизоде. А пока всем спасибо и до новых встреч.